Ну что, здорово, братанчик, с тобой, как обычно, Паша Клэйнс, что за аппарат смотрит меня туда-сюда, и у меня для тебя новость. Впервые за историю моей игры на матрёшке я купил бизнес и какой-то бизнес, сейчас мы за него поговорим, что это вообще такое, как я его урвал и вот такие вот прочие моменты. Я прямо сейчас зашёл, я не на квартире, не где... У, подожди, по моему фармокоду Клэйнс ты получишь Мерс C63 АМГ и, конечно же, 50 тысяч рублей, вот, держу тебя в курсах, что называется. А я тебе сейчас покажу, что здесь, как вообще, как это всё дело работает. Вот, во, всё, появилась матрёшечка, что-то поначалу не появилось. Короче, смотри, дело в том, что буквально сегодня ночью, сейчас я тебе ещё... Слушай, а давай исторический момент, я сейчас возьму и перемещу веб-камеру в этот угол, для того, чтобы ты всегда видел, что у меня по балансу, по всем моментам и прочим пятым-десятым штукам. Короче, в чём профил, в чём прекл и так далее. Сегодня ночью, то есть, ты вот там вот в углу видишь, сколько сейчас времени, сейчас у нас 13.56, 16 число, когда я записываю этот ролик. И сегодня утром я урвал банкомат с очень приличной стоимостью, вот, к слову, скриншоте, как я захожу на сервачок и вижу, что... Вау, ничего себе, вы являетесь обладателем бизнеса и прочее, пятое-десятое. Я, на самом деле, очень сильно обрадовался этому моменту, потому что битва за банкомат, она... Ну, она не жёсткая была, но она, тем не менее, всё-таки была. Я думаю, что, скорее всего, я бился первоначально с владельцем другого банкомата, и как бы не особо было понятно, чё, как, вообще, получится ли у меня победить эту лютую битву или что-то в этом промежутке. Но, тем не менее, всё-таки получилось, и это просто хорошо и прекрасно. Скорее всего, это оверпрайс, потому что я его купил за 3 миллиона 800 тысяч рублей на пятом сервере Матрёшки. И я не знаю, норм эта история или не совсем. Вот тут очень много ребят так появляется. Гоя вот сюда вот куда мы... Я купил себе банкомат, и для того, чтобы глянуть, чё там, как там... И это банкомат номер 78, в скобочках 151, я не знаю, где он находится. Мы сейчас обязательно с тобой съездим, посмотрим, где это всё дело располагается. И, соответственно, вот он, мой банкомат. Номер бизнеса 151 и владелец я, то есть Рауль Говнеси. Да, очень классный мой никнейм, я знаю, спасибо. Так, город Арзамас, район нет данных. Комиссия банкомата 5%, количество продуктов 10 из 500. То есть сюда ещё нужно будет закупать какие-то продукты. Сколько это стоит, мы сейчас с тобой тоже увидим и посмотрим. Стоимость одного продукта 0 рублей. Что? Ладно, хорошо. Баланс предприятия 925 рублей, наценка на товар 100%. Бизнес арендован до 17.06 до 8 утра. То есть, по сути, мне нужно сейчас съездить и его немножечко, как бы, ничего себе, ну, как бы, оплатить. И, на самом деле, это тот самый момент, когда я бы всё-таки приобрёл матрёшку плюс, потому что периодически я не захожу, как бы, подолгу в саму матрёшку. А потом, если захожу, то конкретненько. То есть, как ты понимаешь, что ролики, которые все эти дни выходят, они чуть ли не за один присест там, блин, записаны. Так, ладно, аренда помещения 2280 рублей в день, окей. Как я слышал, нельзя как-то улучшать этот бизнес, то есть, меньше аренда уже не будет. Но, окей, посмотрим. Давай я нажму на кнопочку «изменить», и что мы здесь видим. Открыть или закрыть бизнес, понятно. Так, комиссия банкомата. Для начала посмотрим, где он находится. Я бы не очень хотел с ней жестить. Ну, глянем, на самом деле, потому что по большей части там от 1% до 5%. Но, мне кажется, нужно ставить комиссию немного больше в тех местах, которые более одолены. Блин, я заикаюсь, сори, я всегда заикался. Так, ладно, изменить стоимость продукта или наценку. То есть, это вот здесь вот всё, это дело работает. Изменить стоимость продукта. Здесь вы можете указать стоимость продукта для бизнеса. Да, я думаю, это не особо нужно. Потому что, в любом случае, инкассаторы будут ездить и всё это дело делать. Так что, да. Так, заказать продукты. Сколько продуктов вы хотите заказать? Ну, не знаю, давай 400, наверное, закажу. Нормально же будет. Я не понимаю, заказал что-то или нет. Так, изменить наценку на продукцию. И тут просто ничего не происходит. Недоступно для вашего бизнеса. Перед тем, как оформить заказ. А, вот, установите стоимость продукта. Я понял. Ну, опять зайдём в бизнес. И, соответственно, я тут что сделаю? Изменить стоимость продукта. И здесь у нас, что у нас по стоимости? А, 25 рублей. Ну, я считаю, что слишком много ставить. Не надо я поставлю. Слушай, давай для работяг на 1 рубль больше я поставлю. Дело в том, что продуктов же в любом случае будет много. Так, я изменяю вот эту вот историю. Так, и, соответственно, заказать. Мне нужно продукты. У меня там сейчас 25 продуктов. А я бы ещё заказал 400. Почему бы и нет? И бам. И что-то как-то не особо это получается сделать. Может быть, 100 продуктов я смогу заказать. Нет, ничего не получается. А что пишут мне в чатике-то? Почему мне не получается заказать ничего? В чатике, к слову, я вообще ничего такого не вижу. А вот, чтобы оплатить заказ необходимо... А, насчёт бизнеса нужно ещё закинуть деньги. Чтоб ты понимал, братанчик, я как бы немножечко нубик, да? Всё ещё. То есть я вместе с тобой в реально времени изучаю, как вся вот эта вот история работает. Держу в курсах. Отменить заказ, противопожарная сигнализация. Ну, кстати, финансовая статистика. Но она ещё не сформирована, потому что у меня сегодня первый день этого бизнеса. Но я бы хотел съездить и посмотреть, где он находится. Уж очень мне интересно, но я пока что не вижу. О, кстати, улучшить бизнес. Что здесь можно сделать? Доп-продукты. Оп. О, кстати, смотри. Получилось. Я думал, что нельзя, ну, типа, улучшать что-то. Или что-то в этом промежутке. Оказывается, что можно. Медицинское обслуживание. Какой смысл это всё делать, если... Ну, типа, ну, хорошо. Давай поставим. Ну, типа, я не знаю, получится. Получилось. А где медицинское обслуживание? Это же банковат. Какое-то может быть медицинское обслуживание. Ну, ладно. Мне пофиг. Я поставил. Почему бы и нет? Пониженное налогообложение. Ну, давай я поставлю это пониженное налогообложение. Я просто сейчас впустую трачу мои вот деньги, которые вот там вот где-то остались в углу. Ну, правда, интересно, как это работает. Ну, звуковые эффекты мне не нужны. Склад для продуктов, наверное, тоже. Рекламная компания. Я не знаю, что это. Как это? Ну, слушай. У меня раньше не было бизнеса на матрёшке. Теперь есть. Это же прекрасно просто. Теперь я бы хотел узнать, где он находится. Мой бизнес-то. Было бы вообще супер друпплер на самом деле. Ну, вот я знаю, что он в Арзамасе. Я не знаю, где его искать. Ну, где-то, где-то. Не знаю, где. Если честно. Так. Где я сейчас? Я сейчас в Южке. И мне нужно в Арзамасе. Давай попутешествуем. Узнаем, где он находится, собственно, Бизак. К слову, я уже в Арзамасе, да, туда-сюда. И что я вижу? Я вижу, что, ну, вот я купил улучшение. И теперь стоимость аренды 1140 рублей. То есть в два раза меньше, чем была. Ну, это приятно, по крайней мере. Это уже неплохо. Но нужно доарендовать бизнес. И самое главное, что мне нужно сейчас сделать, чтобы, ну, как бы вот это всё дело работало. Мне нужно посмотреть, а могу ли я это сейчас сделать. Я вывожу ценой 60. И я вижу, что время за сегодня уже 1 час 28 минут. И получается, что я могу до бан... Где машина моя? Ну, короче, я сейчас буду и искать банк. Тут, как бы, без особых вариантов. И, соответственно, оплачивать всю вот эту вот историю. Хотя бы на 7 дней вперёд. Потому что, если я этого не сделаю, то ничего себе. Почему у меня еще если моя машина? Ну, ладно. Короче, ладно. Сейчас потихонечку, понемножечку всё вот это дело сделаю. Оплачу в первую очередь. И там уже будем глядеть, что как вообще будет. Итак, вход 2000 рублей. Sorry за эти маленькие паузы. Я просто в ОБС-ке ставлю непосредственно, ну, типа, паузу саму. Так, ладно. Оплата бизнеса и всего остального. Я сейчас хочу за аренду бизнеса закинуть деньгу. Банкомат номер 78. Так, я могу оплатить на 9 дней. Нормально, кстати. 9 дней это неплохо. Поэтому я оплачиваю прямо сейчас. Я успешно оплатил бизнес на 9 дней всего лишь на 10к. Теперь мне нужно пополнить по-хорошему счет моего бизнеса. И вот как мне это сделать? Вопрос хороший. Здесь я ничего сделать не могу абсолютно. Но при этом я, наверное, здесь что-то могу сделать, да? Мои счета. Здесь только мой основной счет, на котором, по-моему, не так уж и много денег. Ну, вообще, 3 ляма это прилично. И какую-то деньгу я бы закинул непосредственно на безак для того, чтобы хотя бы заказать продукты. Вот сколько будут стоить продукты? Мне очень интересно. Смотри, мне нужно сколько там? Ну, грубо говоря, 400 продуктов по 26 рублей. И это 10400 рублей. У меня, на самом деле, ну, я могу закинуть эти деньги. Вот. И тут вот почему-то этого счета нет. Вот я могу открыть новый, но здесь просто его название. И все. И как бы какой смысл создавать новый вопрос? Конечно, супер-мега-интересный. Ладно, я бы хотел найти мой банкомат. Я не знаю пока что, как это сделать. Я не могу его через эти самые, через что угодно отыскать. Ну, в смысле, через GPS там где-то забить его. Что-то в этом промежутке сделать. Я не знаю, где он находится. Типа, когда у тебя есть хата. У меня сейчас хаты нет. Когда у тебя есть хата, то ты можешь слэш там хоум или хаус. А, слэш флотс, да. И, соответственно, ты можешь очень легко вот это все дело найти. Там вот этот... То есть, там есть менюшка с GPS-ом связанная. Здесь этой менюшки нет. Ничего нет. И ты, соответственно, просто ищешь и что-то пытаешься сделать. Но я попробую отыскать. Почему бы и да. Слушай, пока что мои поиски абсолютно безуспешные. Но я так подумал, что если я сейчас вот так вот возьму, допустим, да. Тут Arzamas. Все такое количество... А, тут 3000 продуктов можно вообще-то завести. Ладно, я все-таки сделаю по 25 рублей. Рано или поздно я думаю, что их привезут. Вот, да, работяги работягами. Но я тоже сейчас пока что не супер-мега-богатый, чтобы все-все выплачивать. Поэтому аккуратненько нужно. Так, стоимость продукта я изменю до 25 рублей. Чтобы уж сильно не эта самая, с ума не сходить. Так, далее. Заказать продукты. Я бы хотел их, да, заказать. Так, ну и, соответственно, что там? 3500 продуктов я бы заказал сразу же, блин. Но здесь этого сделать нельзя. Потому что нужно пополнить непосредственно счет бизнеса. Но как это сделать, я пока что не понимаю. Так, открыть или закрыть? Прочая финансовая статистика. Ну, скорее всего, он типа сам должен заказать вот эту вот всю историю. Ну, в смысле типа себя как-то до... Дооформить там, я не знаю. Но вроде как продукты же не надо сюда закупать. Что-то странное. Дюльга, типа, какие продукты я сюда закупаю? Слушай, ну, давай я пока что сделаю 3%. Почему бы и нет? Так, заказать продукты, отменить заказ противопожарной... Что за противопожарная сигнализация, типа? Что я сейчас сделал? Уже приобретена она. Но это хорошо, что она приобретена. Просто я не понимаю, что с ней вообще, блин, как происходит. И бизнес открытый как бы. Все вроде как окей, но как мне добраться до моего бизнеса? Почему здесь нет этой истории? Ну, типа, как это вообще? Открыть или закрыть бизнес? С комиссией банкомата. А я могу закрыть, типа, его? Да, найти бизнеса закрыть нельзя. О, как. Ну, то есть, у меня сегодня рубрика «Эксперименты», как ты понимаешь. Мне очень интересно, где находится мой банкомат. Я бы хотел его все-таки найти и показать тебе, дружище, где он находится. Короче говоря, прошло уже наиприличнейшее количество времени. Я отыскал огромное количество всяких банкоматов. И самое максимальное, до какого я добрался банкомата, это 75-й, если я не ошибаюсь. А мой, ну, банкомат, это типа 78-й. Я чертова знаю, где он находится. И по GPS-у его почему-то нет. И что мне с этим делать, я пока не знаю. Я также не знаю, как пополнять счет непосредственно моего вот этого бизнеса. Ну, все очень сложно как-то. Может быть, потому что я старый, может, еще что-то. Короче говоря, я купил бизнес, я его улучшил. Но где он находится, я не знаю. Вот. Быть может, ты знаешь, дружище, и ты сможешь в комментариях это дело написать. Дело в том, что я еще и в репорт там вопросы задавал. Мне сказали, что там тоже ничего не знают. Где находится этот банкомат? Фиг его знает. Может быть, меня даже и заскамили на бизнес. Да, вопрос, конечно, очень интересный. Ну, глянем. Дружище, если что, то слетай на пятый сервачок, матрешка. Я вот тут вот кайфую, туда-сюда. Это плюс 50 тысяч рублей, плюс Мерс С-63 АМГ. Очень даже приятная такая вот история. Что касаемо бизнеса, буду узнавать, буду смотреть. Я слил на него 3 800, и еще плюс где-то 200 тысяч сверху на улучшение. Еще нужно как-то разобраться с продуктами и прочее. Быть может, ты знаешь, как это сделать. Ну, типа, как пополнить счет, да? Ну, вот этого моего банкомата. И где его искать, самое главное? 78-й банкомат. Я не знаю, где он находится. Да уж. Интересная делюга, конечно. Но будем смотреть, что будет дальше. Все, с тобой был Паша Клейнс. Увидимся в следующих роликах. Давай, пока. F9. Пока что. Блин, где банкомат был, блин?